Здравствуйте, меня зовут София, мне 23 года, и уже почти год меня преследует мой бывший парень. Мы познакомились в Инстаграме, мне на тот момент было 20 лет, ему, соответственно, 23. Не вызывал он никаких таких негативных эмоций, там вот как сразу говорят, как ты не поняла, как ты не увидела, вот, ну, нет, обычный, приятный молодой человек. Мы встречались почти полтора года в отношениях, то есть я это чувствовала, как какую-то такую необъяснимую тревогу, и я маме говорила, вот, мне с ним страшно, то есть я боюсь его. Это вот уже в прошлом году, где-то вот август-сентябрь, вот так вот. То есть он как-то изменился, изменилось его поведение, он стал давить на меня, стал пытаться контролировать, то есть это всё маскировалось под заботу, установил мне программу, ну и себе тоже, где мои дети, то есть для отслеживания местоположения. То есть он почему-то всё время из этой программы пропадал, я говорю, я вот тебя не вижу. А он меня видел, то есть и вот, а почему, а куда ты пошла, а что так долго, а где? То есть я думала, ну как классно, надо заботиться, что это всё выглядело, ну это не выглядело, а какой-то контроль вот в моём представлении, я думала, вот забота. Расстались мы 2 января 2021 года, инициировала это расставание я. Ну, в первую очередь, это, конечно, то, что нарушение границ, то есть сколько раз я с ним разговаривала, врал, то есть на мелочах каких-то, ну то есть не глобальное враньё, а на мелочах я его подлавливала, говорю, а вот это, ну да, ну да. После этого начался шантаж, что я уйду из жизни, ну, то есть он мне написал такое огромное прощальное письмо, что всё, жизнь бессмысленна, я ухожу. Ну, я впервые такое сообщение получила, не знала, как себя вести, я помню маме показываю, говорю, что мне делать, успокой его, потяни время. Я говорю, хорошо, всё окей, я говорю, дай мне время просто. Дня 3 я была в тишине и спокойствии, 7 января мне написала сестра его. Она стала мне писать ежедневно, каждый вечер, по вечерам, что Александр изменился, Александр всё понял. Через там какое-то время, уже не помню, час-два мне приходит сообщение, что Саша потерял сознание, они в больнице, имела клиническая смерть. Они придумали, что у него рак лёгкого. И уже 9 февраля, вот уже так вот, если точно, я ему остаточно сказала всё. Я говорю, мы расстаёмся, то есть я написала чётко, мы расстаёмся, больше мы общаться не будем. Он говорит, хорошо, я тебя понял, там, береги себя, всё. Я говорю, да, всё, давай, пока. И с 9 февраля, как бы, он начал звереть. Я хотела поменять номер телефона, и вот 11 я поменяла его наконец-то. Вот, и в этот же вечер он как-то, ну, узнал, наверное, что номер больше не активен. И начал мне во все колокола, скажем так, звонить, писать и на мамин вайбер, и мне на почту, имейл, и везде писал, писал, писал. Я не отвечала, то есть я, ну, как бы, тотальный игнор был с моей стороны. Ну, то есть, ну, я уже, как бы, всё сказала. У меня весь подъезд был развешан записками о том, что люблю, вернись, ничего не понимаю, что произошло. Письмо оставил, рукописное, большое письмо на три листа. Да, ну, суть письма, там, кратко о том, что на него навела порчу мать, сделала его куклу Уду, нас рассорила. Странная тенденция к магии вот этому всему. Тогда он понял, что так не работает, и стал создавать фейковые аккаунты, ну, под именем, то есть не пустые аккаунты, именно реального человека, то есть, ну, что нельзя было заподозрить, что это кто-то не тот. Была погружена в это всё, и хотелось отвлечься, и вот просто человек, там, привет, как дела? И я охотно втягивалась в общение. Вот, сначала появился там Михаил какой-то, он сначала писал, что он из Сочи, он там ветеринар, то есть все интересы у нас как бы совпадали подозрительно, там ветеринария, медицина, всё, что там интересно. Вот, а потом я как-то смотрю по стилю общения, ну, похоже, Александр, я пишу, ну, Саша, это ж ты. Он, ну, да, это я. Потом появился тоже аккаунт, в фейсбуке он меня нашёл, Антон, и потом через какое-то время, через неделю, может быть, мне пишет якобы девушка этого Антона, что не общайся с ним. Я говорю, да без б. После этого Антон начал мне писать какие-то гадости, пусть меня изнасилуют, там, не знаю, там, в канаве труп найдут. Фотошопил к моим фотографиям половые органы мужские, на фотографиях писал моё имя, фамилию, причём фамилию с ошибкой, которую делал Александр, то есть у меня через букву Е фамилия, он через А писал. В шоке было, то есть я первый раз с таким столкнулась, до этого там мне никто никогда не угрожал в жизни. И я полностью удалила все свои аккаунты, и Инстаграм удалила, и Телеграм, всё поудаляла, и создала пустой аккаунт, без фото, без имени. Наверное, по подпискам он вычислил, мне пишет два, ну, около двух часов ночи, там, час с чем-то, аккаунт Люцифер, огромное такое письмо, что за мной она, от имени девушки уже пишет, что какая-то девушка за мной следила пять лет, и вот такая вот она мне мстит за что-то. Ну, я же говорю, ну, какая девочка? Мы сразу стали думать, какая одноклассница, с кем я ругалась, ни с кем я не ругалась. Там чёрные машины, твой приговор, ходи и бойся, тебе никто не поможет. Вот в таком ключе сообщения с 2013 на 2014 был вот этот вот первый взрыв, где-то тоже около часа ночи, наверное, там, без пяти час. Мы не спали ещё тогда, мы сидели в комнате большой, смотрели телевизор, и тут услышали такой металлический, такой громкий звук, очень громкий. И я ещё маме говорю, это, наверное, что-то на стройке у нас там. Мы даже не подумали, что это могло быть в подъезде. Утром в воскресенье, 14 марта, звонит нам дверь соседка наша. А вы в курсе, что ваш ночью сделал? Суседей на тот момент был, ну, на час есть у них видеодомофон, то есть он не пишет, но они могут посмотреть, что на этаже происходит. И мы вышли, а вот на батарее остатки этой петарды, она такая, ну, такая где-то, эти петарды, вызывайте в полицию. Говорю, хорошо. Мы с мамой пошли убирать, там, подметать штукатурку, потому что, ну, там, хорошо так осыпалось. Вот, и мама, ну, собирает и открывает дверь на лестничную клетку, смотрит на мусоропровод, а на мусоропроводе стоит не взорвавшийся целый, и фитиль вручную удлинен. То есть там наверчено, вот такой где-то фитиль, нитками накручено, наверное, чтобы успеть убежать. Пришел папа, пошел дальше по этажам, смотри, а там еще одна стоит наверх. И наверх вот до 16 этажа. То есть я думаю, что он, наверное, хотел как-то устроить фаер-шоу, но, наверное, сам не ожидал, что оно так бахнет. Во-первых, замкнутое пространство, подъезд. А, во-вторых, наверное, он тоже не ожидал, что оно настолько сильно будет. Вот, вызвали мы опять полицию. Полиция на себя вызвала 112, там МЧС, у нас там 15 человек приехало, и с лесно-оперативной группой, и взрывотехники, и МЧС, и сама полиция. То есть там много людей было, даже собака приехала. На 16 этажа мама поднимается с полицейским и видит перед собой вот эту картину три шестерки, кресты перевернутые и мясо развешанное по перилам. Там два куска мяса, по-моему, мыло. Забрали петарды, припонят их, там все. И они уезжают. Мы такие спрашиваю, ну что нам делать дальше? Они такие, ну, свечку поставьте за него. То есть, ну, и на тот момент я уже поняла, что, в принципе, никто и не заинтересован в этом. Вот, после взрыва я стала практически каждый день с этого аккаунта получать какие-то угрозы в свой адрес, в адрес моих близких, в адрес брата. Мне посоветовал участковый на тот момент, говорит, вы не блокируйте, посмотрите, пособирайте доказательства. Где-то к концу недели он вспомнил про мою кошку. Но она болела, она заболела в августе. В декабре 23-го она умерла. Он был, он знает, где мой гараж, он бывал со мной, и это, начал мне писать, как там твоя кошка поживает, как там ей лежится, готова ли ты с ней встретиться, хочешь, хоть завтра там и увидишь ее. И вот в пятницу мне написал, мы идем ее откапывать. И в субботу у него как-то цикличность была, когда появился этот аккаунт, он меня неделю к чему-то готовил, и в субботу, в воскресенье как бы осуществлял это. И вот в субботу вечером я получаю от него просто фотографию, все открываю, а там кот, фотография кота. У меня сразу истерика, я уже, я ничего не вижу, сразу же побежала к родителям, это, ничего объяснить не могу, просто телефон показываю, папа смотрит, они с мамой так переглянулись, молча, встали, пришли одеваться. Говорю, вы куда? В гараж. Ну, типа, смотреть, что там, а папа такой, ну, сейчас сюда притащат. Ну, через какое-то время мне звонит папа, через минут 40, может, говорит, все в порядке, мы идем домой. Когда-то я там набралась верности, посмотрела, думаю, может, действительно, не мой кот, но рассматривала, конечно, 99,9, что, да, она. То есть мы готовились, то есть, как бы морально, скоро суббота, ну, такое внутреннее напряжение было, что он еще придумает. Но я поняла, что кот, это как бы был его главный козырь. То есть постоянно, как бы, да, присутствует такое напряжение, то есть ты все время в ожидании чего-то, то есть ты напряжен, то есть какой-то звук, стук, рюк, ты сразу прислушиваешься. Очень интересно, мы, короче, заговаривали, пришел запрос в Инстаграме с ником, там, три шестерки. Да. Я очень надеюсь, что мы с вами ходили. Он мне присылает мои же фотографии, которые я присылала Александру. Они были, в принципе, можно сказать, интимные, это белье без белья. То есть в основном, то есть это не какая-то там порнография, скажем так, то есть просто, ну, эротически. Были они только у Александра, я прислала их только Александру, со своего устройства я их сразу же удаляла. Смотри, что я у себя нашла, там, мальчикам понравится. Не было, как бы, даже как такового шантажа. Прислал мне потом еще парочку таких же фотографий, пишет, как на такие фото отреагируют родители твои. Тогда я пошла к родителям, рассказала, говорю, вот так и так. В субботу получили вот мои родители эти фотографии, мама, папа, с текстом «Вот чем зарабатывает твоя дочь». И в тот же вечер мне стали писать друзья, причем дальние какие-то, то есть там не ближайшие группы, а там все прекрасно все понимают, то есть они больше даже сочувствовали. Как он ожидал, наверное, там, какого-то позора или еще чего-то не было. И я не испытывала стыда, я испытывала злость. Мы позвонили в этот же вечер, 102, и говорят, «Вот, да, пишите заявление». То есть я не знаю, они там радостно нас встретили, мы же не думали, что я им скриншоты с фотографиями привезу. Написали заявление, и вот это как-то вселило нас уверенность, что вот мочью нас вызвали, мы написали, наверное, это что-то даст. Ну, что-то не дало, они опять это расписали на участкового, и на следующие выходные, то есть получается, через неделю он продолжил рассылать фотографии, но уже среди друзей, среди там, ну, более близкого круга знакомых, там даже родственников он присылал, и стали его блокировать. Ну, человек не сдавался, он создал тогда, по-моему, или пять, или шесть аккаунтов. Мне перестали люди писать, и вот где-то мы уже спать собирались около двух часов ночи, два с чем-то, опять взрыв, такой же практически по звуку, только чуть-чуть, может, глуше. Открываем окно подъезда, и запах серы с улицы тянет. Вот, и уже потом нашли за углом дома в подвале практически целую петарду, такую уже как бы нашли 14-го у нас на этажах. Мы не стали вызывать никого, ни 102, ничего, я утром позвонила участковому, говорю, так и так, опять взорвало. Говорит, я разберусь. Примерно в то же время, точно не помню, там, раньше, позже, я получила свою фотографию, хорошо распечатанную, то есть фотография фотографии, хорошо распечатанной, цветной, с вырезанным аккуратно ртом, глазами, и шестерки на лице, через все лицо, и крест между бровей перевернутой. То есть, все точно такая же экспозиция, как на 16-м этаже. Много раз, и маме я говорила, говорю, давай уедем, и давай то, и давай квартиру сменим, и давай куда-то это. Но потом сели, подумали, ну, о чем мы должны бежать? То есть, ну, у нас, мы жили, 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 все хорошо, а тут пришел какой-то, грубо говоря, там, с горы, и мы должны убегать из своего дома. То есть, мы там живем 13 лет. Уже, как бы, на это все надоело. Мама говорит, давай, может, ему на место учебы напишем. Мы написали заявление официальное, помогло, вызвали всех к ректору после моего заявления, и его, и его куратора, и нас там. После этого он, к ректору, ушел по стеночке бледный, на меня не смотрел в глаза. Вот это, как бы, был первый раз после расставания, когда мы именно, ну, как бы, в одном помещении находились почти две недели. Меня никто не трогал. Казалось бы, да, если это пишет какая-то девочка, Люцифер, то почему пропала, постойка, я сходила в МАПУ. Потом он появился недельки через две где-то. С новой теорией он пытался провоцировать нас, в основном папу моего, на избиение Александра. Говорит, вот твой красавчик, идите и разберитесь с ним. Типа, вы же такие слабаки. Ну, во-первых, он травматолог, нарисовать ему себе справочку, телесных, вообще не проблема. Точно так же открывается дело, и подозреваемая уже я, и моя семья. И мы тогда поехали в полицию и написали как бы заявление, что мы не собираемся причинить вреда. Мы с Александром там не виделись такого-то числа. Я перестала собирать доказательства, я стала блокировать аккаунт. Он создавал новые, угрожал брату. Брат мой перешел на домашнее обучение. Сколько лет он? 13. 18 мая он написал, он втянул в это там мальчика с факультета. Вообще мы с ним никогда не общались, ничего не нет, а он просто комментировал мои фотографии в Инстаграме. А этот сразу уже нарисовал себе картину бурных отношений. Вот. В этот же день, пол 11, звонит мне бабушка, говорит, что-то у нас взорвалось, говорит, может, как у вас взрыв, очень громкий, очень страшный взрыв. Мы испугались, что труба газовая рванула. У нее окна выходят на заднюю стену как бы соседнего дома. Она говорит, я смотрю в окно и вижу, как понадобится. Этим домом высокий парень трусцой как бы побежал после взрыва сразу. Вот. Мы дошли, и вот вокруг дома вот этот запах серый, вот этот вот. Стену мы нашли возле газовой трубы, там ошметки, вот это и вот. Мы с соседями, с нашими, с ее написали, тоже опять заявление сами отнесли. Один раз, насколько мне известно, со слов участкового, они с ним побеседовали. Александр все в категорической форме отрицал. Ну, естественно. Он от имени Люцифера, вот этого еще, когда его не заблокировали, он написал сам себе на свой оригинальный, ну, как это, настоящий аккаунт, тоже угрозы там. И потом он прибежал сам к моему участковому и говорит, вот-вот, мне тоже Люцифер угрожает. То есть, если мне угрожает какой-то Люцифер, и Саше угрожает какой-то Люцифер, давай искать вместе. Киберполиция усматривала в этом всем состав преступления, направляла материалы на отделение, радиоотдел, чтобы открыть ЕРДР, это единый реестр досудовых расследований. Они ни в какую. Они вот кибер... То есть, это по факту, то есть, не считая взрывов, это как бы кибер-террор, ну, скажем так, кибербуллинг, это все расследует киберполиция. То есть, нам посоветовали, говорит, вы пишете заявление, полностью описываете, то есть, у меня как бы были разорванные, то есть, это по этому эпизоду, это по этому эпизоду, то есть, по отдельности, говорит, может, вам и не откроют, а вы напишите, ну, полностью. Мы написали это заявление, его тоже списали на участкового, говорит, тогда у вас есть там, по-моему, 10 дней, чтобы обжаловать это в суде. И тогда суд обязует райотдел внести это в ЕРДР. и 16 апреля открыли уголовное производство по 182 статье, часть 1. Это нарушение неприкосновенности частной жизни. С этого момента я стала получать на свой номер телефона как бы постоянно коды активации от разных сервисов. Потом, 10 июня, мне пишет аккаунт с именем, назвал себя именем улицы, на которой мы живем, что это какая-то девочка, которая хотела встречаться с Сашей, но я с ним начала встречаться раньше, она мне мстила все это время. Но она желает мне всего хорошего, просит нас не обижаться. Мы думаем, фух, может хоть отстанет, слава богу, иди с богом. И в этом сообщении впервые всплыло тот факт, что он каким-то образом имеет доступ еще и к медицинским данным, потому что он написал полностью фамилию и имя, отчество врача моей мамы, которая ему она ходила, даже я не знала. В сообщении это подано, что это врач, подруга родителей этой девочки. Мы ходили, мама ходила к этому врачу, разговаривала, она говорит, ну как бы даже если бы у меня были такие друзья, я ни с кем пациентов не обсуждаю, то есть мне запрещено. Стали получать, мы вот на следующее утро, кстати, после того, как написал мне этот аккаунт, сообщение о том, что наши номера оформлены с заказа, то есть уже не просто код активации, оформлен заказ, секс-шопе на 11 тысяч гривен, шины какие-то, мне заказал покрышки на 50 тысяч мне звонили. Потом он нашел, там есть некоторые сайты, где при заказе можно поставить галочку «Не перезвонил». Таким образом, он там у нас заказал мясо, к нам приезжал курьер, звонит курьер, говорит, я у вас на первом этаже. То есть приехал действительно мужчина, вот такая сумка, холодильник, там мясо на 800 гривен, потому что шаурмы заказал. Потом аптека попала тоже на большую сумму денег, она отправила всем нам, то есть мне, маме, папе, бабушке. Он даже нашел мою вторую бабушку, мы с ней не поддерживаем как бы общение, и я не рассказывала про нее, то есть вскользь. Я тогда написала сама напрямую в аптеку, говорю, так и так, такая ситуация, как бы извините, но неудобно, но хочу вас предупредить, заблокируйте, пожалуйста, либо мои номера, перечислила номера телефона, либо IP-адрес, которого был заказ. Говорит, да, да, мы уже все заблокировали, вот, и дает мне IP-адрес. А мы же этого и добивались, то есть хотя бы IP понять. Ну, я приобщила этот IP-адрес, дознаватель говорит, ну, как бы это ничего не даст. Я говорю, ну, как бы вы попробуйте, вы подайте запрос к киберполиции. То есть мы все время стояли на том, чтобы они подали, перепоручили это дело киберполиции, потому что, ну, IP-адрес дознаватель искать не будет. Понятно, что это дело киберполиции. Она упорно этого не делала, я не знаю, по какой причине, я до сих пор не знаю. То есть он потом начал действовать полуподпольно, он начал пытаться взламывать моего брата. Ему прислали какое-то сообщение в запросах, он открыл, там мужские половые органы, он испугался, удалил. В середине октября они написали заявление тоже в полицию, что неизвестный пристает к несовершеннолетнему ребенку, то есть органы половые там присылает. После этого он от брата отстал. То есть это говорит о том, что где-то вот он как-то получает информацию о том, какие заявления мы пишем, о чем. То есть именно после заявления он исчез. Или дознаватель ему позвонил, а я не знаю. Параллельно с этим всем 18 июня, потом в августе, потом в сентябре я обращалась к психотерапевту. То есть у меня как бы на фоне всего этого повышенная очень тревожность была, я стала бояться выходить из дома, я не выходила из дома одна. Потому что он писал там, я видел там твою маму, она там в такой-то шапке, папа в такой-то куртке, ехал в таком-то трамвае. То есть понятно было, что человек следит. У тебя свет горит тогда-то, на кухне тогда-то. То есть это все как бы соответствовало действительности. То есть пальцем в небо такое не скажешь. Хелси – это медицинская система, единая, через которую проходит регистрация пациента, врача, то есть направление на анализ, направление к врачу. То есть это все как бы в одной базе. И вот после того, как я первый раз пошла к нему, я не говорила, то есть только мама знала, никому не говорила. И потом папа мой получил сообщение, там, как дела у вашей дочери с психиатрами. Был очень высокий уровень тревожности, и после вот общения со мной, там, она сказала, что генерализованное тревожное расстройство. Проблемы тоже со слухом возникли. То есть почему я ходила к лору, я хуже стала слышать на одно ухо, то есть на нервной почве. После длительного такого трехмесячного молчания появился в начале декабря 5-го числа. Написал мне, я только устроилась на работу в середине ноября, то есть уже решила, что вроде бы как безопасно, скажем так. Вот, устроилась на работу в аптеку. Через две недели, вот он мне пишет, как там не страшно с аптеки возвращаться. Продолжает сейчас писать, вот активно появился, начал опять оформлять нам заказы. Заказал бабушке моей в секс-шопе какие-то маски кожаные, вот буквально там пару дней назад. Вот, и по сей день, то есть да, он продолжает как бы следить за мной, и пишет там, увидел, что я перекрасилась, у меня были светлые волосы, пришлось перекраситься в темные, он это сразу зафиксировал, говорит, ты с темными волосами, как урудливая старуха, что такое. Да, есть страх, до сих пор боюсь, выхожу, всегда оглядываюсь, сначала выхожу, осматриваю подъезд на этаже, сначала смотрю в камеру, потом глазок, потом на этаже, только магазин, там домой, если где-то можно подъехать, я подъезжаю транспортом, потому что, ну, неизвестно, где, в какой момент вечером я не хожу, то есть, когда поздно. Друзья стали как бы реже меня куда-то звать, потому что они тоже опасаются. Были люди, которые перестали общаться, с тобой, знаете, потому что они боялись находиться рядом? Да, один человек, то есть, тоже мы общались, не могу сказать, что это лучший друг, но в принципе друг, и подруга тоже была, они вот очень боялись этого, говорит, а вдруг он что-то, ну, нас увидит, нам будет писать, и мы как-то реже, реже, и реже общение сошло на нет. То есть, это даже, это не такая история, когда, знаете, там расстался с человеком, девушка там с парнем рассталась, парень не очень любит, не может с этим смириться, и там он импульсивно расписывает стены, как он ее любит, носит цветы, там разбивает стекла, там вот такие истории. Это не та история. Этот человек и не любил никогда. То есть, это, не побоюсь этого слова, психопат. Я все еще продолжаю настаивать, что ему нужна как бы помощь. И я в полиции тоже говорю, это не надо его никуда сажать. Зачем? Он выйдет из тюрьмы еще, ну, допустим, не дай бог, если его посадить, он выйдет еще более обозленный. Зачем мне это надо? Просто докажите, что это он, и полечите, помогите человеку. Это крик о помощи. Я надеюсь, что, допустим, моя история может либо кого-то уберечь, кому-то открыть глаза, то есть, если похожие. Быть молодым и стать жертвой кибербуллинга это постоянный страх за себя и за свою семью. Продолжение следует...